Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас, как всегда, самая необычная, самая эпохальная серия блога. Мы находимся в Московском университете пищевых производств, в гостях на кафедре... Представьтесь, пожалуйста. Кафедра у нас называется «Технологии бродильных производств и виноделия». Но в рамках вот этого названия, в рамках этой кафедры мы занимаемся функциональными напитками. И поэтому чай входит в зону наших интересов, потому что чай является основой очень многих функциональных напитков благодаря своим свойствам. Целебным, веками известным, полезным. Различные модификации чая оказывают разное физиологическое воздействие, поэтому мы его используем в напитках как базу, основу, дополняют ему какие-то различные травы. Поэтому вот он, это наше такое сырье, привычное для нас, один из важных компонентов. Мы находимся сейчас в лаборатории, где делают как раз в том числе и пиво, да, то есть здесь бродильные разустановки. Я сейчас не буду называть такие вещи, а то непрофессионально все это обзову. Но самое интересное, при чем же тут, казалось бы, чай? А вот, оказывается, при чем. Как вы знаете, мы в свое время, не так давно, привезли самую первую партию в России, вообще первую компанию, кто изготовил свое собственное производство чая-харича, который имеет золотую плесень, или дзиньхуа. По-китайски, потом Лен Ферес мне расскажет, как это называется правильно, научным языком. И так как у многих было опасение, вообще в России, как представление, как-то так, чай присевел и, значит, испорчен. Мы решили, собственно, провести полный его анализ, исследование на воздействие на организм, то есть как он работает, можно ли куда-то эту культуру поселить, развить и так далее. И сейчас готовы полностью полномасштабные исследования, которые длились очень долго. И сейчас сотрудники университета нам расскажут, как же это все происходило, что нового узнали, открыли. Собственно говоря, исследование наше проводилось вот на этом чае, а цель его была, в общем-то, выделить чистую культуру этого гриба и потом попробовать поселить его на наших российских травах. То есть цель была такая, сделать хейчу, но в русском варианте. Попробовать, как она растет на ибан, чая, на различных, до тех травах, которые исконно у нас в России используют в качестве травяных чаев самых разных. И вот это была такая наша задача. Но для этого нам необходимо было получить чистую культуру, то есть выделить его из чая хейча в чистом виде, и только после этого можно было уже использовать его как пассивной материал. Поскольку в интернете мы находили, да и в литературных источниках данные о том, что этот гриб растет исключительно на чае, благодаря большому содержанию фенола, то вот первый этап работы – это было изучение, подбор, собственно говоря, сырьевой базы, определение, на чем он может расти. И мы проверили, подобрали несколько растений, которые, на наш взгляд, дают такую хорошую органолитическую характеристику. Это вишня, это яблоня, то, что нам нравилось даже в неферментированном виде. Проверили содержание фенолов в этих растениях. Оказалось, что иван-чай, ближайший вот родственник по содержанию фенолов к хейче – это иван-чай. Потом у нас меньше, значительно вишни, как ни странно, мы думали, что наоборот, достаточно много в яблонах. То есть вот где-то яблоня занимало промежуточное место между... Их может быть и другие какие-то растения тоже. Их может быть очень много, да, но то, что мы думали, мы еще проверяли черноплодную рябину, тоже, казалось бы, богатые ягоды богаты фенолами, но оказалось, что в листьях там мало фенольных соединений. Поэтому вот мы взяли целый спектр – вишню, яблоню, таволгу, иван-чай. Что у нас было? Черноплодная рябина. Проверили в них содержание фенольных соединений сначала. Определили содержание антиоксидантов, что нас еще интересовало, потому что ведь чай сейчас идет как источник антиоксидантов. И в фенольных функциональных напитков чай мы используем именно как источник антиоксидантов. Даем вот эту базу, а на нее уже ботим другие соединения. Поэтому мы проверили антиоксидантную активность, и оказалось, что иван-чай очень высокий антиоксидант. И яблоня очень высокая антиоксидантная активность. Вы сами по себе обладаете. Меньше, чем чай. Даже не ферментированные. Нет, ферментированные окислительные ферментации. Не микробные, а именно ферментированные, просто окислительные ферментации стандартные. После этого, значит, мы после того, как мы проверили сырье мы выделили из хэйча микроорганизма чистую культуру вот здесь очень красиво видно как она растет эротиум крестатум отдали ее до отдали ее в институт антибиотиков где сделали генетический анализ сделали полностью плесени на питательной среде на плотной питательной среде видно как растет вот эта желтая благородная плесень это она уже очищена от всех примесей от посторонних микроорганизмов которые были на чай потому что там чай он в общем-то содержит сообщество микроорганизмов это не один не только короче это сложно это первый этап это выделение очистка то есть до чистой культуры это была отдельная большая работа чтобы получить вот чистую культуру освобожденную без примеси высторонних нативной роста больше того удалось получить две культуры два вида золотистой плесени которые отличаются по виду колоний сейчас их анализируют институте для того чтобы понять вообще чем они отличаются генетические как понимаете в россии вам первый раз то есть я у нас не занимались это раз китая чем на западе было в китае очень много работа то что мы нашли очень много работы китай а какая особенности кстати вот мы с вами говорили на тему что может посмотрите какие-то работы китайские что-то успели посмотреть еще о чем они писали да с точки зрения физиологии китайцы очень много работают на свадьбе потому что это их национальный город я так понимаю чай да и китайцы которые пьют этот чай живут долго и счастливо поэтому да после того как собрали литерату посмотрели там масса свойств физиологической активности во-первых он антидиабетическим действием обладает это подтверждено доказано клиническими испытаниями и медицинскими до исследования потом он обладает способностью подавлять накопление олипидов предотвращает ожирение и ускоряет процесс липолиза то есть распад жиров которые уже накопились это вот все экстракты этой самой до при регулярном потом он подавляет рост раковых опухолей вытечки да я тоже были клинические скидали да 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 они работали да с клетками раковые опухоли человека кишечника показали что это один на китайском публикации я не делаю на английском ночью на китайский нет китайский нет китайского интерес потом то есть вы перевели его наверно это потому что это очень интересно да 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 потом у них есть еще очень интересная вот работа по найти как скажу 10 на окислительный стресс дело в том что есть такое явление как и окислительный стресс какому быстрее всего не подвергались психологическому температурному там да попали вы замерзли вам жарко или вам кто-то просто нагрубил да и мы попали в какую-то ситуацию все это вызывает стресс а в ответ на стресс организм выделяет много энергии эта энергия при выделении накапливать вас в организме при выделении этой энергии в организме накапливается в энергии то есть любой стресс любой чем бы он не был вызван по сути он посадится к окислительному стрессу а это вызывает накопление свободных радикалов которые разрушают клетки мембраны и днк то есть ведет к разным самым изменений спокойствие это путь к здоровью они показали что экстракт этой культуры защищает клетки от окислительного стресса ничего себе да они стимулируют синтез активируют синтез наших собственных антиоксидантных компонентов там лутатион суперакцит фунтаза то есть такие ферменты и не ферментные антиоксиданты которые защищают убирают эти свободные радикалы поэтому еще и защита от окислительного стресса то есть вот масса но не говоря о том что как антиоксиданты потому что как антиоксидант работает тоже да потом там что у нас еще находится там выделены новые алкалоиды да но они для русской науки вообще для всех вообще для науки то есть вы сейчас выделили китайцы пишут о том что ими выделены вот эти получается кроме то есть они выделили никому западной науке это было не интересно получается вы первые кто это как бы из китая достал мы желаем всем внедрить все это дело для нашего отечественного сырья ну да это сейчас будет неделями алкалоиды тоже обладают антиоксидантной активностью регуляторной активностью то есть нормализующий обмен веществ то есть масса всяких вот этих вот позитивных действий на организм человека то есть изучили аэротиум кристалл там со всех сторон она в общем а здесь вот у вас самые разные пробирки так по разным на разных культурах посажали на разные позиции это пока мы выделили чистые культуры которые дальше уже используются для ферментации сырья она хочу сказать ведь видите какая еще есть бактерия оказывается выделяя чистую культуру гриба была выделена бактерия которая подавляет его развитие она сама себя контролирует получается что нет не контролирует это просто это самое может та самая грязь которую надо контролировать сырье чтобы убрать его попадает из почвы бациллы попадают спорообразующие попадает из почвы воды с листьев и так далее поэтому когда у вас сырье будем использовать чтобы конкретно создать благоприятные условия для роста вот это мы будем контролировать и убирать а не допускать в сырье 8 начисть полностью да даже в сырье было без примесей чтобы чистая культура была без примесей подавляет развитие вот этих тоже было выделено очень интересное выделяют антибиотики и сейчас институт антибиотиков с ней очень активно работают да технологическая лаборатория в которой контролируется процесс получения пива здесь контролируется и сырье и полупрабрикаты и микроорганизмы которые вот это актоклавы которые позволяют получить стерильные среды для актоклавы это все что необходимо для проведения контроля и никакого пива тоже не трогает здесь вот такая специальная лаборатория это варочное отделение нашей лаборатория тут студент проходит обучение получает практические навыки учатся варить иву буквально руками и не просто в скуре это назазорная морозка тут даже в принципе можно открыть простая конструкция термометр мешалка тут происходит перевод экстрактивных веществ зерна на сваримую форму это у нас фильтрационный аппарат сюда после затирания подается сусло уже зато с содержащим зерно и как раз тот экстракт который мы хотим посмотреть он представляет собой специальный сито на который подается зерновые оболочки создают фильтрующий слой то есть постепенно седание создает такой натуральный фильтрующий слой то есть никаких дополнительных элементов не используется и через этот фильтрующий слой многократно до цикла прогоняется сусло которое фильтровывается до состояния прозрачность следующая статья это включение сусло смех уже чисто фильтрованное сусло вступает в сусловарочный котел и там происходит включение смели зачем нужно кипячение чтобы перевести горькие вещества в экстрактивную форму и также чтобы дополнительно светить пиво потому что при кипячении происходит связывание белков которые в дальнейшем уже выпадут при поражении с полифенолом хмеля и они прям тут в процесс включения выпадает в осадок и дальше и в процентном аппарате отстаиваются и уже готовые кмельным присутствием попадается на воображение в наших одинаковых пивоварня на 600 литров затором наверное интересно сказать наверное можете почувствовать себя пивоварь емкость которую задают кмель класс включайте воображение я понял сейчас на данный момент все емкости залиты водой с дезинфицирующим раствором очищено рожением да ну тут же да получается очень важный момент струильности потому что везде где брожение везде именно потому что наше кипно-сусло это благоприятная среда для различных не только дрожжей но и всех остальных внутрорганизмов поэтому если туда что-то попадет у нас получится не пиво ну понятно что санитария и гигиена очень важно кстати квас это тоже касается получается так любых таких вообще чем отличается квас от пива не знаю старинный песковый выпуск класс который делается с помощью военного дорожда в комбинированном молочнокислого и спиртового почему раньше в доме у каждой хозяйки была собственная запас которая доставали и добавляли либо в хлеб чтобы получить хлеб или в квас чтобы он забрали там были как дрожжи так и и молочнокислые бактерии соответственно данный квас обладал вот йогурт чем полезно но тоже микроорганизм а молочнокислые организм которые используются в квас те же самые пробиотики еще не доказал что молочнокислые бактерии тормозят процесс наше кишечное то есть происходит такая протекция у нас к сожалению вот после перестройки у нас технология двойного выражения постепенно потерялась восстанавливать но при вашем участие получается тоже да то есть это разработки у нас почти все выпуски которые работают на чакова они связаны с поняла чаку почти все наши работы понятно здорово большой массив видите реальных исследований которые покажут показывают наличие фенолов до ферментации после ферментации все это сейчас обрабатывается между прочим и вот эти вот да здесь видно если посмотреть очень много данных по разным травм здесь у нас на яблони рост и рост на иван-чае и вот здесь если смотреть сравнивать контроль и опытные образцы может быть очень много галловой кислоты вот самый большой пик это галловая кислота галловая кислота она известна антиоксидантом почти я у нас присутствует результаты на современнейшем оборудовании получены и поэтому это не просто наша фантазия вот это реальные данные которые вот часу и тут видно что часть фенолов исчезает во-первых что интересно а потом видно что восстановление происходит ферментированном чае больше альдегидов восстановленных форм вне ферментированном больше кислот поэтому это все результаты хроматографии это только по одному показателя по фенолам это ароматические соединения ароматические в смысле те которые дают аромат если посмотрите в яблони здесь не очень небольшие количества можно не пугать но здесь получается спирты до определенные какие-то до выделяются и очень большая вот эта вот группа не идентифицированных то есть там где мы работали там определяют продукты которые выделяются вот дрожжами микроорганизм обычно брожение а вот эта вот группа ароматики она здесь не определена да она не просто для них не характерно поэтому мы сейчас хотим еще обратиться в институт физиологии растений с тем чтобы они нам разобрали вот этот вот весь массив и посмотрели что же у нас есть вот что собственно говоря формирует букет так что на букет есть показано так что можете представить очень даже неплохая органолептика чая да вот это вот у нас как раз как раз вот это и по этим вот эти плодовые тела с листотеции вот это желтый цвет который там ведь они дают желчизна плодовое тело внутри споры вот это вот она состоит из отдельных на ней образуются вот эти вот кружочки и уже там внутри споры а то есть это спор но нет это вот та самая внутри спор внутри коробочка для спор блинчик издалека это знаете как гриб дождевик как гриб дождевик растет желтенько это то что видите а в середине это желтенько если будем масштабировать и в другую сторону состоит и вот из отдельных из таких вот из один плодового тела и так далее а это внутри да это уже преувеличение да вот такие вот там что под микроскопом вот эти плодовые тела плодоносит как гриб и мы должны достичь как можно больше вот этих плодовых тел чтобы там было как можно лучше на спор тогда это уже можно использовать как это да с китайским чаем приехала мацилла которая подавляет золотистый стафилококк и туберкулезная палочка это тоже уникальная культура да это тоже приехала с чаем насчет кстати всяких вот вредных плесень и может быть просто немного расскажите вот насчет то что считается как называются такси когда все на все на все на это вырабатывает уже четко доказано что аспергилус флаус вырабатывает микотоксин афротоксин который вызывает рак печени поэтому на жесткий контроль в процессе ферментации какие плесени еще параллельно с нашим крестатом вырастают и их разделяется соответственно нет мы не допускаем чтобы росли дополнительно а если растут какие-то вредные мы контролируем чтобы не попали вот эти микотоксины и будем на среду контролировать готовый продукт в рамках безопасности пищевого продукта будем контролировать на наличии микотоксины в обязательном порядке это входит в нормативную документацию войдет в условах уже начали рассказывать насчет продукции то что мы сейчас хотим эту культуру посадить на наши травы то есть поехать на производство и сделать эксперимент уже на промышленном производстве культуры посмотреть как это получится на большом таком достаточно числе и потому что вы пока маленькие партии мы хотели сейчас попробовать мы все уже выпили так просто получилось по две по две ложки осталось мы надеюсь этим летом пока сейчас у нас середина июля и мы успеем подготовить уже какую-то пробную партию и получится чай уже продегустирует попробуйте конечно самое главное полностью его исследовать сначала дадите вы на праве до показателя безопасности а потом уже дегустирует безусловно безусловно то есть это очень важно на самом деле нас первые вообще немного лет спрашивают скажи что нибудь там сергеев там про чай здоровья про наук я не ученый слава богу мы начали теперь работать с университетом пищевых производств мы можем очень много всего нового прямо открытия придумать а что за делают там там тоже чисто на это выручить стать и вот это как раз вот тот самый посевной который пойдет на эксперимент когда вы соберете травы или нужно мы подготовили вот до земной который и будет потом расти на наших травмах которые вы соберете поэтому это вот подготовка да это для того чтобы посевный материал был постоянно свежим и физиологически активно просто все таки мицелляльные грибы они живы микроорганизмы они тоже можно даже так сказать имеют свои интересы имеют это их жизнеспособность надо поддерживать поэтому у нас идет регулярный пересев этой культуры чтобы поддержать ее физиологически активным состоянием а вот там на яблоке по поводу того что у нас этих чашек мы использовали производили посев проб на травы мы должны были как-то проконтролировать как растет как это и не просто так визуально ну вот тут растет а вот тут а каким-то количеством выражением выразить вот это у нас осталось после посева то есть мы производили полный микробиологический анализ мы сделали смыв производили посев на плотные питательные среды и производили количественный учет ваших колоний просто даже нам надо было понять как она чувствует себя конкретно вот на этих дровах чтобы примерно знать растет ли она где-то лучше где-то хуже от этого ведь зависит сколько там честно на тоже есть некое количество количество в штуках это было просчитано в штуках видите сколько выросло это колонии до отдельно это вот столько вот это при смыве можно где лучше где насколько на яблони делаю на весь не только на того мы теперь можем где она предпочтение что и яблони это вот таблога да это просто из а это исходный допустим материал на же как видите когда мы выделили из чая эту культуру то было видно что два морфологически то есть по внешнему виду отличительной культуры золушки вроде бы золушку но она друг от друга отличается и поэтому мы постоянно ведем вот эти две выделенные культуры и пытаемся определить какая лучше подходит для чем какая хуже может быть они по-разному влияют на органолептику то есть вкус цвет аромат потому что когда я производил смыв для этих трав очень божественный запах прям жалко что нельзя было зафиксировать холодной водой да то есть комнатной температуры не огорячий экстракции самое интересное да что мы экстракцию проводили поместили немножко ферментированных вот вторично ферментированных трав в холодную воду а залопись что должно произойти а получился настой как будто мы его заваривали чего себе то есть получается что гриб он привел водорастворимое что оно стало как для холодного напитка легко да да легко отдает экстракт то есть получается мы все травы обычно завариваем кипятком там да 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 а такие можно будет пробовать уже они отдают экстракт просто вот при комнатной температуре вода такой контроль нужен если холодный будет это холодный чей будете получать меньше лишнего не получить как бы уже в прошлом интервью было сказано что первая горячая заварка это все-таки она убирает микробиологии ну да она есть такой как стерилизация а тут получается более внимательно контролем уже подходить ну кстати это касается вообще и любого холодного чая то есть когда просто обычный холодный чай то есть если выбирать холодного чая надо что-то более проверенное более такое ну да то с точки зрения безопасности мы кстати не уточнили что золушка это домашнее имя нашего эротиума креста еще зимой когда у нее домашнее имя да поэтому вот так а вот работа видите какая была сделана то есть не просто перри взять и пересеять вот эту культуру которая привыкла традиционно веками расти на чай на наши травы то есть мы же проверяли все сначала мы делали экстракт заваривали че и наши вот эти получали чай и на ней выращивали смотрели будет расти не будет расти то есть на жидком на жидком прямо уже на заваренном чай без листьев проверили на поверхности по сути проверили растет потом мы взяли этот чай и листьями прямо вот измельченными залили плотной питательной средой как бы агаризировали чтобы не голодным агаром залили который сам питательной ценностью не обладали но как бы немножко зафиксировал да плотную среду создал и влажность просто все таки традиционно они растут то прессованным чаем где немножко такие условия отличаются условия розы на контакт плотный вот поэтому мы проверили опять сделали за сип опять везде растут то есть слухи о том что не растет нигде кроме как на чай они не подтвердились у нас разъем тогда а правильные были говорили только на чай на чай на чем больше не растет поэтому это долго долго и проверяли вообще растет не раз только единственный эксперимент и проращивать на дуднике которую единственный эксперимент который мы нашли и все так больше и растут не потому что трудники тоже китайцы тоже китайцы притом результаты метаболизма совершенно разные в зависимости от того на какую среду ее подселять получается разный продукт сразу химических состав надо будет очень много еще исследований уже вести с готовым продуктом вот во первых очень красивые листья потому что золотые крапинки вот эти вот на листьях яблони на листьях вишни они прямо видны он становится золотой покрывается вот этим потом мы же проверяли что мы проверили насколько лист лучше отдает после ферментации он отдает лучше ароматика у него меняется но что сам больше больше всего нас интересовало мы же собственно как функциональный напиток хотим значит нас интересуют сейчас антиоксиданты поэтому и в этих во всех видах чая все что выросло проверили антиоксиданты активность это результат просто нас удивили фантастически потому что просто яблони допустим и проверяем по обесцвечивание красителя нас есть такой краситель который при восстановлении теряет свою краску так он синего цвета и вот мы добавляем когда его в экстракт просто яблони обесцвечивание допустим идет за 20 секунд когда мы берем ферментированную вот этой самой нашей золушкой эротиум крестатом лист яблони две секунды все исчезает то есть в 10 раз да некоторые некоторые были медленно вот такие вот долго обесцвечивающие там мы проверяли чей просто стандартный допустим 20 минут мой не за две минуты где-то порядка то есть долго и все равно 10 секунд то есть у нас прямо шли даже не на порядок она два порядка иногда скорость обесцвечивания то есть вот эти данные причем все подряд вот так как мы берем все контроли которые ферментированы просто окислительно и все ферментированы микробным путем у всех идет антиоксидантная активность обесцвечивание 2 секунды 3 секунды 5 секунд вот так вот прямо грязь мгновенно не случайно да 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 причем на всех травах на которых было сделано вот на всех разные листья а да у нас еще такой момент был мы же проверили сам способность этой культуры синтезировать нейроактивные соединения это сейчас такая тоже тема очень важная потому что сейчас но условиях опять же такого тотального стресса люди хотят как-то немножечко снимать стресс и увеличивать свою устойчивость к нему поэтому сейчас функциональные напитки еще есть целое направление которое сейчас даже вот эти микроорганизмы называют психобиотики уже те которые действуют на психику снимают стресс поднимают тонус вот так вот тогда стрессоустойчивость у нас увеличится поэтому в чае известно они есть нам было интересно после ферментации что получится поэтому мы отдали вот мы проферментировали эротиум в череде не ферментированные и сравнили по содержанию тогда скейки чая и мне было мы взяли китайский чай и нет просто на этой китайском чей нас интересовался английского что он нам дает неё там действительно волос за вообще действительно высокое содержание сертом importa ням там есть дофами на есть то есть такие вот обитэ да迷 querer белин который в общем тогда вот они все есть чай но после ферментации их количество возрастает очень сильно То есть она у нас еще, кроме всего прочего, дает еще вот такие вот нейроактивные состояния. Получается, мы, по сути, улучшаем качество и количество соединения, да, вот, полезное в 10 раз в среднем. Человек становится счастливым. То есть дело в том, что не надо ничего другого пить. То есть еще такой момент, что считается, что чай-то за счет алкалоида влияет, да, где-то тормозит на каких-то этапах, какие-то алкалоиды у нас, наоборот, стимулируют нейроактивную систему, да, возбуждают. А в данном случае у нас не только за счет алкалоидов, но и за счет вот этих нейроэпилотиков, которые тоже там присутствуют. То есть мы действуем на нервную систему, вот, это не pads. Это получается действие сродни вот этим вот нейроэпилотическим, или как называется, препаратам, которые для головы, да, но успокаиваются. Им успокаивающие никакие там вызывающие депрессии на право. Дело в том, что сейчас уже ищут микроорганизмы, как продуценты этих гаммамина, масляную кислоту, просто получают именно для того, чтобы успокаивали. Люди успокаивались, вот медицинский препарат хотят получать. А вот наш этот самый микроорганизм оказался прекрасно синтезировать. Кстати, он получается даже более интересен, чем гаммамина, масляная кислота, а то не считают, чем даже... Но у него набор, да, у него набор... Там более широкий спектр действий. Да, 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 и у него достаточно большое. Да, и у него набор, там дефамин появляется, который стимулирует когнитивные функции, то есть не только кофеин, а кофеина, вот мы тут нашли данные, кофеина и дофамин, они связаны, то есть улучшает память, концентрацию внимания, вот это все тоже стимулируется вот этим, к грибам. То есть связь к verme с дофамином дает еще больше... Да, 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 да. То есть наш гриб только усиливает вот эти все моменты. Замечательно. Замечательно. Гриб усиливает наёски, да, да, да. А насчет трат, кстати,gado... Ну, вот теперь наша задача, теперь наша задача получить, вырастить, еще раз проверить, Потому что мы проверяли нейробиотики только на чай. Значит, наша задача теперь выросли, проверить еще, как там у нас идет, потому что эти травы мы не проверяли на лечение иробиотиков. И дальше мы отрабатываем технологию, собственно говоря, как можно выросли. Сейчас нам будет создать технологическую карту. Позже пробирочки до масштабного производства. Так, чтобы это было удобно передать в производство. Нам надо как-то это делать. Уникальная абсолютно вещь. А вот, кстати, насчет трав, мы прописали немного тему. Все знают о успокаивающих травах. Ну, в Заномсе, цену травы принимается как напиток успокаивающий. А вот вы говорили, что в некоторых травах есть кофеин. А вот вопрос каких, и можно ли, например, при помощи нашей Золушки как-то тоже совместно действовать? Вы знаете, вообще-то на самом деле, вот если смотреть то сырье, которое используется в функциональных напитках для, именно как источник кофеина, то там наши травы небогатые, честно говоря. Так, чтобы взять вот что-то, вот матэ, вот это вот, вот это традиционно. У нас другие варианты, понимаете, у нас не кофеин. У нас на, если говорить о наших травах, то используется тогда лимонник. Вот эти вот, то, что растет у нас. Вот сейчас последний, это вот лимонник. Там скизандрин, там фенольные соединения, там не кофеин. Там скизандрин, который является природным энергетиком. А он действует мягче, и он не на... Вот, понимаете, кофеин, он все-таки... Агрессивен. Агрессивен, и он, в общем-то, приводя в тонус, он заставляет исчерпывать внутренние ресурсы организма. То есть если не поставлять, то если вы все время себя стимулируете, но при этом материально не обеспечиваете... Дело даже не в том, что привыкать, а в том, что на любую стимуляцию своей психической деятельности надо дать какую-то материальную базу, да? Вы должны дать витамины, вы должны дать углеводы, чтобы эта энергия, она у вас как-то компенсировалась. Значит, просто... Нельзя, просто кофе там... Нельзя потом вот что-то забивать молотком или бегать, бегать, бегать. Вы просто истощаете внутренние ресурсы своего организма. Почему в энергетике обычно добавляют много глюкозы, да? Много глюкозы, да. Много глюкозы, да. Много глюкозы и витаминный комплекс. Антиоксиданты, защитить мозг, защитить организм, дать что-то, расходный материал для этих действий, потому что нельзя действовать, не имея запаса. Вы ожидаете себя. У нас тут сейчас, как натуральный энергетик, что мы имеем вот в этом случае золу, что и кофеин, и большой набор витаминов, и куча антиоксидантов, и мифамин, то есть это полный спектр. Да, да, да. Вы знаете, что интересно, может быть, еще попробовать вырастить на лимоннике. Будет растить, не будет растить. Новая идея. А у нас сейчас, как сказать, это про маты, у меня возникла идея про маты. Да, попробуй тоже, да. Сагандалья хорошо обладает. Да, сагандалья, но сагандалья ему все-таки осторожно, она у нас запрещена, но не разрешена, там уже регламент там, да, там уже, да, как-то. А вот лимонник очень приветствуется, там очень интересные соединения, вот эти лигнаны, которые защищают организм от стрессов, кроме того, что он стимулирует, это является природным энергетикой. Это вот лимонник, который ты в Крыму далёшь сейчас нашел? Шелезлица, а не лимонник, нет? Шелезлица, не китайский лимонник. Китайский лимонник, да. Китайский лимонник, который дальневосточный. Тут тоже можно попробовать. Да, дальневосточный, да. Тут тоже любой, да. Да, да, да. Там, где есть лигнаны, там очень большой запас вот этой вот нашей, для энергии энергетики. И если на нём будет расти, то это будет интереснее, чем напитки с кофеемом. Видите, перспективы какие-то. Ну да, на счёт МАТА, кстати, это, по-моему, тоже отдельный, огромнейший, может быть, спектр работы, потому что МАТА – это же вообще, ну, то есть целая культура для Южной Америки. Мы сейчас, кстати, ввели, ну, вот так, рекламные паузы. Первые компании в России, кто сделал свой бренд МАТА, именно свой, с трёх очень хороших прогрессивных производств, мы сейчас поведем, в большом количестве у нас будет наш МАТА, может быть, тоже вам дать, собственно, для экспериментов попробовать, потому что, возможно, там что-то ещё мы интересное найдём, в данном случае будем первооткрывательными, потому что… Ну, вы видите, она оказалась, в общем-то, неприхотлива. Всё, знаете, что интересно мы ещё сделали, вот я сейчас вспоминаю, мы же проверили содержание фенолов до и после, потому что вот это утверждение только на чае питается только фенолом. Ну да, это было китайцы, тоже сказали. Это видео, да то, что сказали китайцы. На яблоне растёт там фенолов мало, на… это… растёт… Это они специально сказали, чтобы защитить и чтобы другие… Чтобы кто не пробовал, да, фенолов мало растёт. Вот прекрасный образ. Но, что интересно оказалось, когда она растёт на сырье богатым фенолами, она эти фенолы действительно потребляет и содержание снижается. То есть там примерно вот было, вот стало. То есть она это съедает, но… Асимилик, да, как мы говорим. Но если она растёт, допустим, на яблоне, она даже их добавляет в среду. То есть она не потребляет, она, видимо, потребляет в среду. Чем-то другим питается. Я ошибаюсь, или мы что-то с вами говорили насчёт селена? Или это никак не связано с этим? Просто сейчас… Нет, насчёт селена нет, не… Работа таких как… Как-то это нам… Такой задачи не стояло, по крайней мере. Селена добавит следующий этап. Да, более… Ещё есть варианты, можем проверить, да, насколько… Насколько… Можно, можно. У нас есть варианты с кремнией органикой. Кремния – уникальный элемент, которого тоже не хватает. Уже… Да, это же и кости наши, и структура соединительная ткань. То есть функциональный напиток, который будет очень, кстати, полезен именно жителям городов. Угу. Ну, а можно попробовать её, кстати говоря, на кремнией органике вообще выращивать. Да, да. Смотрите только на… А, кстати, вот, можете немного вкратце сказать, вот, вот, насчёт питательной среды, то есть получается, что если вы на разной питательной среде выращиваете грипп, то потом, когда грипп распространяется, он тоже меняет свои свойства изначально? Или всё-таки он имеет… Ведь питательная среда просто как база. Как база. Как база, да. Конечно, да. А вот технология, когда вы вырастетесь с кремнием или добавит… А он может включать в свою структуру? А-а-а. Он может включить, во-первых, рост, и плюс ещё в свою биомассу он будет это включать. Ага. Вот все растения обычно, да, они как делают? Они хлорофилл, делают себе воронки. Я вчера смотрела, антенны. Это антенны. На поверхности листа такие воронки. Воронка выстлана этим хлорофиллом, молекулами хлорофилла. Внизу две молекулы хлорофилла. И к ним энергия солнца стекает. Вот она эта воронка, она стекает. И получается… А дальше передают куда-то, на синтез, да. Передают… Водород пошёл, там… Вода разлагается, да, вот кислород выделяется. Другие растения на синтез углеводов. Чай на синтез фенол. То есть для него эта энергия, хлорофилл просто, эту энергию не может долго удерживать. Молекулы хлорофилла должны её куда-то отдать. И обычно растения отдают на другие какие-то молекулы на синтез. Ответ куда-то. Чай аккумулирует в фенольных молекулах, синтезирует фенолы. Поэтому в чае так много фенолов. Он их использует для своей энергетики. И чем моложе лист, чем активнее он растёт, чем больше ему надо энергии, тем больше ему идет этот активный синтез фенола. Понимаете? То есть вот. И фенолы именно активные, низкомолекулярные, которые вот эти катехеины все, которые антиоксидантные, которые быстро принимают энергию, могут быстро отдавать. То есть вот этот вот момент, он для чая очень интересен. Именно вот этот вот. Этим он уникален. Момент уникален тем, что он отличается от других. Другие используют фенолы для защиты. Другие там, другие механизмы, да. Фенолы – это первая защита. Как только вы срезали яблоко, вы видите коричневую пленочку на поверхности. Эти первые выступили фенолы и организовали вот эту фенолную защиту пленку на поверхности, чтобы микроорганизмы не сели. А чай приспособился фенол использовать как аккумуляторный. Он запасается лучной энергией в виде фенол. Поэтому используется. Мы видим такое растение, как необычная сетка. Взяла учебник по биохимии чая и субтерапических культур или наоборот субтерапических чая и стала читать. То есть, если кто-то хотел запутать читателя, то лучше бы не сделали, причем как написано. Поэтому, вот просто, что это такое? Фенолы. Фенолы растительные – это кольцо, 6 углеродных атомов, 3 двойных связи, плюс гидроксил OH. Вот это – фенолы. Значит, просто фенол токсичен. В растениях фенолы выполняют разные роли. Они не токсичны за счет того, что туда присоединяются другие группировки. И делятся на простые фенолы просто С6, 6 углеродных атомов, плюс гидроксил, плюс какая-то группировка нефенольная. Это простые фенолы. Фенольные кислоты. Мы их вот здесь на хроматограммах глядим. Галловая кислота – это фенольные кислоты. Они простые. А есть полифенолы. Там, где больше одной группировки С6, больше одного кольца, это уже полифенолы. Вот флавоноиды, которые уникальными антиоксидантами являются, это полифенолы. У них два кольца соединяются вместе к 3 углеродным атомов. Просто вот так вот. Раз, два, три. Три фенола, два кольца. А дальше многообразие достигается степенью окисленности вот этих 3 углерода, плюс еще разнообразие гидроксила. Сколько их? Потому что, вообще очень интересно, фенолы, они же не только антиоксиданты, они умеют защищать ДНК от мутации. Они умеют регулировать ферменты. Они умеют взаимодействовать с мембраной и регулировать транспорт через мембрану. Ваши метаболизмы, обмен веществ, можно увеличить или снизить действием фенола. Микроорганизмы действуют, которые делают то же самое. Растения делают то же самое. Присоединяясь к мембране, которая вообще жидкая, они снижают ее вязкость, и она защищается, и она защищается. Защита ДНК. Тот самый гриб, который оказался в космосе, вполне мог защититься от ионизирующего излучения, зафиксировав свою гриб. ДНК. Путем стабилизирует ее. Путем вот эти вот маленькие. Ну, они еще могут пигменты выработать, которые тоже защищают ионизирующие. Среди них есть и пигменты. Да, да, да. И самые разные. То есть самым разным действиям обладают стабилизированный мембран, регулировать действие ферментов, стабилизирует ДНК. То есть самым разным. Плюс антиоксид антиоксид. ДНК. И все это определяется тем, как у них расположены гидроксиды на вот этом роте. Близко одно действие. Далеко разнесено. Другое действие. Два гидроксила – одно действие. Три гидроксила – другое действие. Понимаете? То есть все. И все катехины чая, они в ходе ферментации, они все время меняются. Идет окисление, туда присоединяется кислород. Антиоксидантная активность уже свою миссию выполнила рот свою. Появились окисленности. Это флавоноиды уже продукты окисления. То есть флавоноид – это та же часть. Флавоноид – это тот катехины исходный. Исходный. Сначала он присоединяет к себе кислород, а потом они начинают буквально слипаться быстрее. Окислился – слипся. Окислился – конденсировался, мы говорим. Получается уже с менее выраженной антиоксидантной активностью окисленные фенолы, которые характерны для этого черночей. Почему вот зеленый чай – большая антиоксидантная активность? Чем меньше вообще ферментирован. Витамины – это само собой, они нестабильные. Те, которые есть, они есть. Те, которые нестабильные, типа аскорбиновые кислоты, но они вообще нестабильные. Это ферментация. Но она уходит быстро, да, она не желучая. Хотя в системе самой аскорбинка очень хорошо держит инфенолы, как антиоксиданты. То есть пока человек живой, она ему помогает. Он может блокировать, филотировать, мы говорим, металлы, которые генерируют свободные радикалы. Медь, железо в организм попадает, эти ловят, да, эти соединения ловят и таким образом прекращают процесс генерирования свободных радикалов. То есть у них разные есть функции. Для того, чтобы оценить полностью продукт, какой он антиоксидант, надо проверить его на разной активности. Поэтому вот еще одна задача наша. Мы сейчас смотрим на общий уровень восстановления, способность восстанавливаться. Вот с тем самым методом, который мы используем. Это называется дихлорфенолуэндохинальный натрия. И мы с ним работаем. Вот он обладает вот эту семью окраску, наверное. И обесцвечивается при восстановлении. Чем быстрее обесцветился, тем выше антиоксиданты активности. Но можно посмотреть с разных сторон. И как ловушки посмотреть, как они работают, не работают, да. И как они филотируют, потому что фенолы еще, кроме всего прочего, способны связывать металлы. Это одна из их мыслей. Поэтому можно с разных сторон посмотреть на вот этот чай и на этот гриб. Поэтому если мы найдем где-то методы, которые позволят нам шире раскрыть вот эту вот ссору. А в этом смысле вывести тяжелый металл? Токсины, да, тяжелый металл. Да, да, да. У вас появляется медь в организм каким-то образом, да. Появляется, она начинает у вас лишнее, да, генерировать свободный расклад. Начинает разрушаться меморат. Вы пьете чай, если там есть клаваноид, который является ловушкой для меди, а не связывает меди, тогда, значит, у вас прекращается вот эта генерация. Мембрана вашего тела, липиды вашего тела, вашего тела. Ну, то есть вот это вот. То есть хорошо бы найти методы и посмотреть с разных сторон, Ну, как проявляется антиоксидантная активность? Более для работы вообще нереально. Для тяжелого металла в конечном продукте обязательно вот с вашей помощью будем определять. Это обязательно будет. У них просто механика. Вот эта антиоксидантная активность из разных сторон проявляется. Если мы найдем метод... Мы нашли один метод, который сейчас очень хорошо, вот, именно на гашение свободных радикалов. Но... Но... Мы найдем где-нибудь вариант, который нам может быть вот так, каким-то бескорыстным путем нам сделают просто. Найдем взаимный интерес с кем-то, кто нам позволит вот эту собаку, да? Сделать. Про органический крем поподробнее может очень интересно. Это очень полезно. И вот если вот этот микроорганизм будет его включать в свою биомассу, то ваш чай еще обогатится тем кремнем, который легко утилизирует... ...ээээ... ...эээ... 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 Кремни это сложно усвоить. Кремни растает, а именно войдет. Кремни у нас стимулирует иммунную систему, костную ткань. То есть он нам вообще необходим, кремни. А-а-а. Знаете, как пьют кремниевую воду, а тут вы будете чай добавлять кремнию. У нас есть вариант просто, где можно получить вот эти образцы кремния органики. Да, поэтому... Слушай, давайте попробуем. У нас просто, так понимаю, непочатый край работает. Вот так тут действительно непочатый край работает. Который можно там ни одну докторскую написать. Да, можно, можно. Так что включайтесь в планы. Обязательно. Я думаю, что мы еще попробовали другой вид плесени прорастить на чай. Какой? Акспергил. На эту насушку. Ну, акспергилы... Коржи, коржи. Проверять надо. Но мы еще не начали проверять. Да, да, да. Это пока еще такие отдаленные эксперименты. Пока еще не проверено их, ну, скажем так, безопасность. Значит, дело даже не в том, если вы начинаете выращивать аспергил вот уже на чае, да, то, во-первых, надо проверить чистоту. Его чистоту. Вот то, что мы делали. Нет, прямо с чая сделать смых, и посмотрите, кто же там у вас вырос. Потому что мы делаем смых на чае, посмотрите, у нас растет только наша одна культура. А прежде чем у нас так получилось, у нас росло там не знам, что это. Пока мы не научились выращивать чистую культуру без загрязнений. Поэтому вот надо, прежде чем вот так вот вперед… Я так понимаю, самое сложное – это было вот выделить на чистую. И очистить, научиться получать дальше в чистом виде. И сырье. Без примесей. На самом деле, более, ну, может со мной не согласятся, более как-то трудно было сделать так, чтобы в наш ферментированный чай не попали посторонние. Потому что у нас в воздухе, мы этого не замечаем, летает очень большое количество самых разнообразных спор. Если вот Котзи, в Японии, то Котзи почти в воздухе обитает, и там в некоторых старых производствах рис пропаренный. Прямо оставляют, чтобы он заселился. Спонтанный засел. Да, спонтанный засел. Да, спонтанный засел. Да, специально. Спонтанный засел. У нас, если мы просто оставим, вырастет… Аспергилс нигер. Да, в лучшем случае нигер, аспергилс нигер и пеницин какой-нибудь. А в худшем случае там может достигнуть прям зоопарк. Развиться все овощи. Да, да, да. Получается, что на самом деле нам помимо вот технологического лекарда, то есть как именно производить, надо было сделать очень стерильным это производство. Надо сделать… Знаете, как на заводах, на всех предприятиях, где ведут вот такие ферментированные, получают продукты, создают отделение чистой культуры. Это мы у себя… Как чистая комната. У себя нам пришлось одну лабораторию сделать стерильной, чистой, никого туда уже не пускаем. У нас ультрафиолетовые лампы, вот нас же сейчас не пустили сначала, вот когда они в нашу комнату, да? То есть там все это облучается, все это моется специальными средствами, все поверхности и стерильно делается засев. Только тогда можно получить стерильный посевер. Поэтому вам в любом случае какую-то комнату придется вот с ультрафиолетом делать все и никого туда не пускать. Гарантирую. Только, да. Чтобы никто вам не занес инфекцию. Тогда у вас дальше пойдет уже наработка материал, а когда ее уже много, это не страшно. Тогда она может подавить всех остальных, когда вы уже большим количеством засевали. Самое сложное в начале. Самое сложное в начале вести вот не потерять вот эту чистую культуру. Кстати, вот вы говорили насчет пресса, да, ну то есть вот, как я и показывал, у нас есть тоже видео с китайского. Может, впоследствии даже съездим, познакомимся. Какие-то из удовольствия. Потому что они там тоже экспериментируют, и там у них традиционно хэй чай, это их местный сорт чай. Они берут еще другие страта, то есть белый чай, какие-то еще сами экспериментируют. Но у них как бы вот интересна сама форма, что они всегда подсаживают только на кирпич. И очень редко они сейчас начинают пробовать там рассыпной чай, как-то еще. Но вот есть ли какая-то разница в случае вот, то есть получается, что там внутри кирпича развивается, это какая-то такая полуанайровка. Вы знаете, мы попробовали, мы же попробовали, когда делали, да, вот разные, да, у нас росло. Иван-чай у нас получился очень рассыпочный, то есть вот такая культура. Но дело в том, что вот эти отдельные чайинки, они подсыхают очень быстро. Там создается среда, вот они, каждая отдельная поверхность, хотя этот ксерафит, насколько я понимаю, и растет вообще при 20% влажности, ему не надо очень. Но там пересыхает явно до меньших значений, то есть там, наверное, порядка 10, он уже не растет. Поэтому это аэробот, да, им надо как-то... Причем строгий аэробот, то есть он доступ кислороду нужен. Когда есть он рисованный, видимо, он не очень рисованный. Нет, он проникает, нет, там, конечно... Мы же читали в исследовании, там... Нет, там всегда капилляры, каналы... Да, там очень сильно зависит от соотношения, грубо говоря, листвы и веточек, потому что веточки... А, веточки делают как раз... Да, портят эту структуру. Теперь понятно, мы, конечно, разгадали вековой секрет, почему в хай-ча так много стеблей. Потому что, ну, раньше, понятно, там не было технологий, не было там это самое, а сейчас они специально, они при сборе, ну, как традиционный чай, это два листа, почка, там, да, то есть... Ну, да. А хай-ча всегда, вообще, всегда собирается очень поздно. То есть там, если обычный чай, там, март-апрель, то хай-ча всегда май-юнь даже... то есть до середины июня какой-нибудь, где собирают, уже везде все закончилось, они собирают вот такого размера «повеки» огромное. Ну, да, да, и неудобно, да. Я потом покажу, если вы видели, даже есть видео с этих производства, там как раз видно, какие размеры «побегов» вот эта комната, как они... А мы видели, везде видели. Да-да-да-да, и там как раз эти вот кирпичи они ставят, и всегда обязательно с палками. То есть они черенки не обфильтровывают. а потом мы видели как они засевают то есть если у них есть они видимо не очень будет вы знаете на все заводы которые работают с культурами микроорганизм отделение чистой культуры цветы и туда же не всех сотрудников я пробивался на протяжении 5 лет почти потому что у нас был очень долгий диалог с заводом с которым мы закупали их продукцию я пять лет веду диалог что ребята давайте мы сделаем свою партию хоряча там а давайте под нашим брендом а давайте там использовал такой вот такого и стою потому что вообще хочет такой очень сильный тренд китая было черный масса исследований и они очень сильно подняли цены на чай то есть это конечно макетинговая история была очень большая потому что спонсируют это все естественно правительство локальное чтобы следовали именно их чай там так далее поэтому как они пишут что только на хейча только на чая то есть я думаю этого есть коммерческие такие предпосылки но вот интересно то что очень много лет не планово чтобы добиться одних возможностей выдавать ему для российского рынка уже нужно когда они не делали сделать продукт более бюджетно нашим кирпичи там они там 1000 2000 рублей если выбрали исходное то сырье которое они там изначально что используют и которые они там продают а это снова в пять раз до выше получалось и поэтому как раз они меня и запустили производство когда мы уже там все оплатили заговорили создавали что да 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 пустили ладно все это там не просто так приехали поснимать секреты нашим ядек раз очень переживали это действительно было так что когда что а не будем ли мы там что-то там свои исследовать так что они передают привет китайским друзьям все будет хорошо мы будем покупать китайский чай и травы наши тоже секрет будем беречь но дело в том что просто вот отделение чистой культуры вас туда пустили или нет мы видели на видео как они засев да да это уже так производственно туда нет на самом деле я не спрашиваю теперь я знаю что спросить да потому что я вот этих пробирочек дальше масштабируют увеличивают количество гриба надо наращивать чтобы они вышли потом вот с этой емкостью и кисточкой прошли они должны биомассу нарастить понимать они там увеличивают и в конце делают смыв и вот тогда уже и тогда они могут идти с баночкой из кисточка и мазать эти кирпичи но для этого им надо вот поэтапно провести вот получивание жидкость с комедиями все это проникает там веточки которые создаются такие соты как бы и все вместе это самое айрируется и так что эта история такая поэтому вам придется и нам логически вот это тоже получается но может быть не знаете не кирпичи можно и кучу просто не кирпичи просто контакт между листьями чтобы был достаточно плотный чтобы не было россыпи вот как раз мы не будем технически секретно рассказ на самом деле для этого дыши иметь культур надо чистой культурой мы месяца три как минимум да только в один причем нам пришлось закупить оборудование все стерилизующие нас никогда не было такой задачи чтобы добиться стерильности помещения то есть у нас это вот наше достижение как ровно до чего мы до чего мы ее довели что она не черные точечки это тоже она просто дощая была эта масса это не это сусло это не щая это скорее всего просто остатки немножко старых просто она все-таки меняется до посев то был пересев точнее был произведен старой культуры на новую среду питательную поэтому остается их мицелин на самом деле вот когда я делал посевной материал чтобы засеять чай то есть нашу траву вы их мицелин довольно таки плотный и поэтому я буквально пытался в асептических условиях чтобы туда ничего не попало микробиологические петли стерильные отскрести как можно больше так хорошую себя так что вы готовьтесь вам придется иметь в виду все смотри уже там сидит и думает дима как мы кому-то делал вы не соскалим а это делать на дешевле всем будет давать там помочь и должна вращаться на жидкой среде как с качалкой сделать что постоянно и посевного материала на начало для посевного дальше уже антирует масса бочки на первый этап вот этот вот пробирка потом колбочка там побольше колбочка а потом ферментатор да у нас постоянно завода когда покупает какую-нибудь чистую культуру из коллекции им же не массу не готовы биомассу привозят а привозят вот такую же пробирку хотя и одно время было что мы нарабатывали для заводов когда появилось много небольших предприятий и у них не было своих микробиологов небольшие объемы они нам заказывали прямо за массу целиком у нас были уже такая оборудование было такое которое позволяло литрами получать сейчас нет у нас обащик не перешли на данные варианты может быть мы вначале с вами потому что тут точно абсолютно на же будет постоянная результация контрольный как бы если это будет у вас же потому что мы как бы вот собираемся не хранить эти домой собираемся есть боимся на на лето оставлять ее до холодильник а у вас тоже летом получаются для два месяца и могут отключить электричество поэтому мы по домам разбираем не час при комнатной пока прикольно до сентября мы сейчас попытаемся сделать глубинные чтобы он жидкий был уже концентрированный уже готов к себе да уже и будет полочка жидкой средой берешь разливаешь сколько надо тогда можно кисточкой идти и мазать как все это тяжеловато конечно на технические моменты это надо отрабатывать тут еще вот степень прессования что если до этого все наши выделенная золушка довольно таки долго развивалась что на чае почти две недели недели даже больше мы держали что вот на других вы питательных средах развивалась довольно таки долго эта культура мы прям в пятницу пересели и уже она сегодня и уже она как бы адаптировалась она уже мутировала это не должна это знаете просто вот я пивовар приведу ближе к себе пример это когда дрожжи используют несколько генераций дрожжи то есть из старого пива добавлять снова и она снова бродит и дрожжи как бы привыкает и самыми активно бродящими генерациями является третье четвертое то есть недавно что грибы все-таки живые это как это отдельное царство это само собой им для усвоения так же как и нам нужны пищеварительные ферменты понимаете и так же как и мы если вот взять нас из москвы сейчас отправить на кавказ вот вы только что да там были и дать эту пищу то не сразу мы привыкаем да как проблема возникает не зря говорят купите собой таблетки возьмите на также они если их перейти с одной среды на другую переселить им надо время чтобы адаптироваться привыкли дальше проще но еще тоже есть такой аспект что зависит скорость роста от времени года но я должен рассказать это мы тоже исследуем и самый оптимальный вариант вам предложим вы знаете они на что реагируют они на фазу луне реагируют также как и все вот растения а эти еще ближе понимаете они на это реагер и на время года то есть есть это температурный режим или какое-то время солнечная да то есть совершенно четко культура растет в определенную есть культуры которые допустим один месяц кто там добавил не растет все четко это знают да причем ничего не меняли предприятие закрывается уходит Моют, чистят, через месяц в ходе она начинает расширить, все хорошо. Мы тоже снимем вот эту кривую, между прочим, не кривую. По месяцам. Можно доделать ее тоже. Тут просто нужно уже как бы, так выразиться, договориться с культурой, потому что на самом деле иногда бывают все те же условия, все то же самое оборудование, а результат на выходе совершенно другой. Потому что все-таки работать живыми объектами намного труднее, нежели чем... Ну, интереснее. С временами года не получается договориться. Единственный был случай, когда вот эта культура не ушла в отпуск на месяц, это был миленюм. Да, нет, я знаю, на заводе была паника, а не эзотерика, потому что они все поверили, что конец света наступает. Потому что они уходят в отпуск. Это до пивоварии на заводе? Нет, 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 это биотехнологическое предприятие, которое использует ферментов. Ферментный препарат, да. А какая культура перестала расти? Ну, наверное, какой-то гриль, господи, они... Просто, просто... Нет, есть одна, просто честно не скажу, не помню. Ну, понятно. Мы ее знаем, да, просто. Но вот она всегда уходила, в миленюм она не ушла. Поэтому я просто знаю, что там микробиология, у них была паница, что случилось. Да, и вдруг, правда, уже вот конец света близок. Нет, это четко, и все выписывают вот эти кривые в течение года, и все это четко знают. По активности ферментов, да, по количеству, это самое интересное. То есть получается, на самом деле, еще очень много достаточно не изучено. Конечно, про это-то вообще, да. То есть насчет сезонности, это... То есть как бы вы знаете, да, но вы не знаете, почему. Все-таки есть предположение, почему. Нет, ничего не знаю. Просто для каждой культуры подбирается... Любой седовод использует лунный календарь. Кого это беспокоило, и кто это? Там, эта морковка сажайте тут, а вот эта сажайте там. То же самое. Не, ну, приливы, отливы, люди реагируют, предупреждают теперь, да, не только магнитные бури, но вот полнолуние, будьте внимательны. Да, это же все на нас действует. Ну, как мы знаем, что царство грибов, у грибов, оно постоянно удивляет нас. И вот этот чай, который мы делаем, это чай с грибами. Ну, представляете, что да, 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 что мы многоклеточными реагируем, а там микроорганизм-то он же маленький. И он реагирует быстро. И если, что грибы ближе к человеку, считают, чем любые растения и животные по строению ДНК, поэтому, наверное, такие прихотливые. Ну, вот. Получается еще, что самое неизученное царство, по сути, грибов до сих пор. Ну, всех адаптируют. Счастья, отличает. Как человек, как всему адаптируют. Кто-то сказал. Метелиальные грибы запускали же в космос, на Международную космическую станцию. И вот этот, аспиртлус-нигер, если я не понял, его прям выносили в открытый космос. Думали, он погибнет. Да, он вырос, да еще мутировал и стал более агрессивным, начал есть их обшивку. Обалдеет, да ладно. В общем, грибы... Ну, адаптировался нормально. А мы вообще с грибами дружимся. Космос, будем договариваться. Почему говорят, что грибы – это головная боль микологов. Потому что постоянно новые слои. Вообще сейчас головная боль всего человечества. Поэтому давайте мы будем на хороших грибах. Да, да, да. Мы с ними будем дружить. Уважаемые грибы, мы вас не хотели обижать. Все хорошо. Мы помочь вас... Тут уже какая-то больше восточная философия. Просто все-таки для нас ферментация с использованием таких мицелиальных грибов – это что-то новое. Да, в Европе, конечно, сыры ферментируют с помощью благородных плесень. Но это скорее как исключение, нежели чем правило. А в Азии-то... Нет, в Азии-то... А в Азии-то постоянно используют для ферментации мицелляльных грибов. Тот же самый корзи, который аспергилус ареза. Вообще, японцы взяли токсичный аспергилус флавус, из которого вообще выделен афлотоксин, одно из самых ядовитых микотоксинов. И за долгую историю культивирования так задобрили гриб, что он, как они заявляют, потерял способность синтезировать эти микотоксины. Договорились. Договорились, да. Хотя надо проверить. Ну, да, это все еще... Извини, нехочайно. А почему надо не попробовать подсадить это на сыр? То есть у нас будут великальные... Сергей! Сергей, у нас более интересные варианты есть. Мы можем открыть секрет? Идею? Можем. Можем открыть секрет. Нам предложили вырастить ее на опилках. А что будет с опилками? А вот мы и хотим посмотреть, что будет с опилками. В опилках содержится ли вина? Фенол. Вот это... Полифенольное соединение. Полифенольное соединение конденсированное. То есть состоит из многих-многих молекул. Почему вот когда вино выдерживают, коньяки выдерживают в бочку, там лигнина разлагается под действием алкоголя, который хранится, и переходит вот из бочки, переходит в напиток. И тут то же самое. Мы хотели бы посмотреть, а может быть, она может и финальное вещество? Дело в том, что лигнина – это проблема человечества, потому что не знают, что с ним делать. Это охрана окружающей среды, потому что вокруг Байкала стоят терриконы, ливнина, после целлюлеза бумажного комбината. И не знают, никто не хочет есть фенолы. Она у нас ест фенолы. Мы можем скормить и мыли опилки. Да, поэтому следующий опыт мы сейчас ищем опилки. Вау! То есть, если у вас есть опилки, то давайте опилки. Если у вас есть много опилков с корой, а что у вас с корой… Да, 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 мы принимаем как сырье для дальнейших детей. Сейчас будем пилить на даче. Ну, слушайте, на самом деле это вообще такая еще экологическая миссия. Да, да, да. Это у нас вот еще один вариант. Нам предложили в Институте микробиологии и академии наук. Вот еще такой вариант. Раз она так хорошо потребляет фенолы, может быть, она может питаться лучше. Возможно, и пластик даже. Пластик – это на другую тему. Кстати, извините, я уж отвлекусь от темы, раз мы заговорили про экологию. Я слежу какую-то байку лет, может быть, пять назад. Мы слышали, правда, вот огромные в Тихом океане острова пластика, что якобы какую-то вывели то ли иную природную бактерию, то ли ансамат, для которой якобы пластик есть. Это байка. Вот такое у нас уже жизни. Ну, просто… Значит, байка. Потому что якобы… Нет, может быть, и не байка просто, да, у нас может эта информация. Просто если бы это было… Это вне зоны наших интересов, байка просто не дошла, да. Поэтому дай бог, чтобы так оно и было, да. Чтобы кто-нибудь его съел уже, в конце концовок, потому что… Ну, действительно, это проблема номер один, да. Но пока ливнин у нас более такая проблема, да, вот, которая… Близко. Тоже нерешаемая, это тоже нерешаемая. Неудивенно, но вдруг. А разве там ДСП вроде дела-то не хватает? Столько не нужно просто… Там древесина, когда они из древесины достают целлюлозу на бумагу, на что-то… Вот этот осадок, из него ничего не сделают, сейчас и фенолы. И их просто, просто складывают, вот так складывают, складывают. Там же горы… Да, у них ничего не растет, вот эта карака просто… Да. С ними не знают, что делать. Мы будем бороться. Поэтому… И судим. Поэтому мы решили попробовать ее приучить к этому. В общем, Мак, огромного спасибо. Я думаю, у нас еще будет не одно видео вообще про золушку и про что… Да. В следующий раз дегустацию подготовим. Дегустацию подготовим. Обязательно будем держать в курсе наших экспериментов, потому что сейчас будет у нас очень большая работа по подготовке производства, по подсадке культуры на уже продукцию, потом по тестированию этой продукции, будет проверка на безопасность, на полезные свойства. У нас теперь будет полное, так как мы сейчас с университетом плотно сотрудничаем, будем проверять все на все, как говорится, чтобы можно было уже аргументировано говорить о пользе, о содержащихся в организмах, во всем, чем можно сказать про чай. Поэтому обязательно будем держать работу. Всем намного спасибо. Спасибо вам огромное, что выделил время. Я думаю, еще много будет работы. Всем счастливо. Пока. До свидания.